Перед наступлением летнего сезона, последний месяц весны насыщен культурными событиями общероссийского масштаба. Не успели еще горожане отойти от музейных впечатлений на ночи музеев, как их ждут во всех библиотеках города и области. На еще одной ночной акции «Библия ночь». В этом году эта акция проходит под слоганом «Читаем вместе». В области центральными площадками акции станут 20 модельных библиотек. В нашем общем региональном плане библиотек более 300 событий на это мероприятие. И библиотеки Новосибирской области приглашают жителей и гостей нашего региона на специальные программы, которые включают и творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, игры, встречи с писателями, поэтические чтения. Самая большая библиотека региона, государственная публичная научно-техническая библиотека ГПНТБ «Соран» приглашает горожан на день паблик-толк, который начинается с лекции, а закончится литературной дискотекой. Антон Коваленко, он прочтет лекцию басни и кощуны или фэнтези Древней Руси. Тут вы, наверное, подумали, что вот эта древняя история, древнерусская литература, такая немножечко тоскливая и слишком серьезная, ничего подобного. Множество уникальных и интересных событий ждет горожан не только в библиотеке ГПНТБ «Соран». Новосибирская государственная областная научная библиотека нисколько не отстает в количестве и разнообразии подготовленных мероприятий. Их здесь пройдет более сорока. Самое смешное, что самый яркий момент нашей программы будет темным, а именно мероприятие «Сказки в темноте». Артисты Первого театра будут читать страшные истории в полной темноте в одной из комнат нашей библиотеки. Это одно из самых интересных мероприятий, но есть куча еще других. Например, ребята из клуба реконструкции «Северный берег» нам покажут, расскажут, позволят примерить кольчуги древних рыцарей из России, Северной Европы. Также нам приедет школа ирландского танца «Медиваль», они покажут, как отбивать чечетку. На самом деле будет очень много всего интересного, сложно выделить что-то одно. Программа всех событий в эту «Библионочь» разнообразна по интересам и по возрасту. Здесь будет интересно с детьми, со старшим поколением и молодежи. Тем более, что время проведения скорректировано специально. Будет проходить достаточно комфортное время для того, чтобы провести его с пользой, за интеллектуальным досугом, посещая библиотеки. Большинство мероприятий пройдет все-таки в вечернее время 15, 16, 17 и до 23 часов. С полной программой акции «Библионочь» можно ознакомиться на сайтах библиотек и Министерства культуры.